Вы слушаете Радио России Ульяновск. 1 октября 2021 года исполнилось 230 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича Аксакова, всемирно известного писателя, классика русской литературы, большого знатока и ценителя русского языка, литературы, отечественной истории, мемуариста, литературного и театрального критика, общественного деятеля, а также великого семьянина, отца большого семейства, любителя природы, заядлого охотника и рыбака. Жизнь и творчество писателя связаны с разными регионами России, в том числе и с нашим симбирским краем. К юбилейной дате государственной телерадиокомпании «Волга» совместно с Ульяновской областной библиотекой для детей и юношества имени Аксакова подготовлен цикл передач о жизни и творчестве Сергея Тимофеевича Аксакова. Сегодня в нашей вечерней программе звучит четвертая, заключительная передача этого цикла. У микрофона главный библиотекарь по краеведческой работе Ульяновской областной библиотеки для детей и юношества имени Аксакова Ольга Клопкова и специалист по маркетинговой деятельности Ульяновской областной библиотеки для детей и юношества имени Аксакова Дмитрий Эсмонтов. С именем Сергея Тимофеевича Аксакова связано много мест в России. Сейчас там работают музеи, хранящие память о писателе и времени, в котором он жил. Жители Ульяновской, Самарской, Оренбургской областей, Республик Башкортостан, Татарстан, Подмосковье, Москвы и Санкт-Петербурга считают писателя своим земляком. В Уфе с 1991 года открыт мемориальный дом-музей Сергея Тимофеевича Аксакова. Он находится в доме, являющемся памятником архитектуры середины XVIII века. Здесь семья писателя проживала с 1795 по 1797 год. Тут же расположен Международный Аксаковский фонд. В селе Аксакова Бугурусланского района Оренбургской области жители и гостей края встречают замечательный музей-заповедник Сергея Тимофеевича Аксакова, воссоздавший эпоху первой половины XIX века и жизни его семьи в этом месте. Первых посетителей он принял осенью 1998 года. В селе Надежино Белебеевского района республики Башкортостан работает музей семьи Аксаковых. Он расположен на территории их бывшего родового имения. Усадебный дом, в котором когда-то жил писатель с семьей, в годы Гражданской войны сгорел, остался только фундамент. В 2002 году дворянская усадьба была восстановлена. В ней и располагается музей в настоящее время. Государственный историко-художественный и литературный музей-заповедник Абрамцева бережно относятся к истории, подлинным предметам, фотографиям и архивам бывших владельцев дома. Аксаковы приобрели усадьбу в 1843 году. А в 1870 году Абрамцева купил железнодорожный промышленник, художественный и театральный деятель Савва Иванович Мамонтов. Музей же здесь был открыт в 1918 году. Культурно-исторический центр музея Сергея Тимофеевича Аксакова, Московского государственного института геодезии и картографии, был открыт 2 декабря 2016 года по инициативе президента университета, дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Виктора Петровича Савиных. В собрание музея вошла коллекция документов, рассказывающих о Сергее Тимофеевиче Аксакове как о директоре Константиновского межевого института. В 2017 году был создан Аксаковский комитет Самарской области. В селе Языково Борского района Самарской области работает музей Ольги Григорьевны Аксаковой. Есть в России библиотеки, носящие имя Сергея Тимофеевича Аксакова. Они занимаются изучением и продвижением жизни и творчества выдающегося деятеля культуры среди детского и взрослого населения. 9 ноября 2007 года имя писателя было присвоено Государственному учреждению культуры Ульяновская областная библиотека для детей и юношества. С 2009 года для всех читателей здесь работает литературно-музейная экспозиция Сергей Тимофеевич Аксаков и Симбирский край. Композитор Сергей Николаевич Лямин и поэт Николай Викторович Марянин написали специально для библиотеки гимн «Аленький цветочек», который был впервые исполнен во время праздника, приуроченного к пятилетию со дня присвоения имени библиотеки в 2012 году. Мы рождены для великих свершений и для познания мира вокруг. В поиске истинной выборе мнений книга наш лучший наставник и друг. В родной библиотеке огоньки мерцают в мерианах книжных строчек и вновь душа расправит лепестки, как нежный «Аленький цветочек», как нежный «Аленький цветочек». Заслуженный художник Российской Федерации, профессор факультета культуры и искусства Ульяновского государственного университета, скульптор Анатолий Иванович Клюев создал бюст Сергея Тимофеевича Аксакова. Добрые традиции, связанные с именем классика русской литературы, давно уже стали визитной карточкой библиотеки. Это «Аксаковские октябрины», встречи читателей с общественными деятелями, краеведами, писателями, рассказывающими о творчестве Аксакова, День памяти писателя в мае с «Аксаковской ухой» и «Чаепитием», Всероссийский творческий конкурс «Аленький цветочек», который открывал и продолжает открывать дорогу юным талантам. Есть в России библиотеки, носящие имя писателя, в городе Буграуслане Оренбургской области, в городе Трехгорном Челябинской области, в Новосибирске, в селах Борское и Приволжье Самарской области. Уфимская гимназия номер 11 получила звание Аксаковской в 1995 году. Еще одна гимназия, которая находится в болгарском городе Пазарджик, носит имя Иван Аксаков с 1897 года. В средней школе номер 41 в селе Аксакова Белебеевского района республики Башкортостан было присвоено имя внучки писателя Ольги Григорьевны Аксаковой. В 2013 году Аксаковские места республик Башкортостан, Оренбургской, Самарской, Ульяновской областей были объединены в Золотое кольцо Аксаковского по Волжье. Ежегодно в этих регионах проводятся торжественные мероприятия, приуроченные к его дню рождения. Международный Аксаковский праздник в республике Башкортостан, Аксаковская осень в Ульяновской и Оренбургской областях, Аксаковский праздник в Самарской области. Организуются Аксаковские чтения, конференции, Пленуму Союзов писателей России, вручаются литературные премии имени Аксакова, экспонируются выставочные проекты региональных музеев, проводится работа по сохранению объектов культурного наследия и достопримечательных мест, связанных с родом Аксаковых. В мае 2021 года впервые в Москве прошел первый съезд Аксаковского сообщества под эгидой Ассоциации литературных музеев Союза музеев России. На нем присутствовали представители шести регионов, с которыми связано имя писателя. Делегаты говорили о подготовке и проведении торжественных мероприятий, приуроченных в 230-летию великого земляка. А теперь время отправиться в путешествие по Аксаковским местам Ульяновской области. Симбирский Ульяновский край – родовая отчина Аксаковых. Многие населенные пункты здесь связаны с жизнью и творчеством Сергея Тимофеевича и его родных. Благодаря книгам, которые он написал, а это «Детские годы Багрова внука», семейная хроника, воспоминания, мы можем не только узнать о жизни Аксаковых, но и увидеть его глазами наш симбирский край. Открываем книгу «Детские годы Багрова внука». Дорога – удивительное дело. Ее могущество непреодолимо, успокоительно и целительно. Отрывая вдруг человека от окружающей его среды, все равно любезной ему или даже неприятной, от постоянно развлекающей его множеством предметов, постоянно текущей разнообразной действительности, она сосредотачивает его мысли и чувства в тесный мир дорожного экипажа, устремляет его внимание сначала на самого себя, потом на воспоминания происходящего и, наконец, на мечты и надежды в будущее. И все это делается с ясностью и спокойствием, без всякой суеты и торопливости. Читая повесть, будто путешествуешь вместе с главным героем, Сережей, и все время находишься в дороге. Село Аксаково, ныне Майинского района, было родовым имением Аксаковых. В книге оно описано под названием Старое Багрово, село Троицкое. Вот какое впечатление произвело оно на маленького Сережу в первый раз. Из вишенок приехали мы в село Троицкое, Багрово тоже, известное под именем Старого или Симбирского Багрово. Там был полуразвалившийся домишко, где жил некогда мой дедушка с бабушкой, где родились все мои тетки и мой отец. Я заметил, что отец чуть не заплакал, войдя в старые господские хоромы, так называл их Евсеич, и, увидя, как все постарело, погнило, осело и покосилось. В самом деле было трудно отгадать, где тут могло жить целое семейство, в том числе пять дочерей. Видно, небольшие были требования на удобство в жизни. «Это, Сережа, наше родовое имение», говорил мне отец, «жалованное нам от царей». Да и теперь половина уже не наша. Когда-то дедом писателя Степаном Михайловичем Аксаковым здесь была построена Троицкая церковь. Сейчас церковь восстанавливается. В селе сохранилось до сих пор небольшое здание времен Аксаковых, фундамент господского дома, парк, в котором растут деревья, посаженные еще при Аксаковых. Каждую осень в этом парке проходит праздник Аксаковская осень, приуроченные к дню рождения писателя, культурные события регионального значения, в котором принимают участие творческие коллективы и солисты из разных районов Ульяновской области, города Ульяновска и Самары. На празднике, объединяющем почитателей творчества Аксакова, проводятся познавательные, развлекательные, экскурсионные программы, мастер-классы, выставки. В Майском районе Ульяновской области расположено и село Чифарова, представшее в книге «Детские годы Багрового внука» под названием Чурасова. Там некогда находилось имение двоюродной тетки будущего писателя Надежды Ивановны Кураедовой. В книге «Просковья Ивановны Куролесовой». Впоследствии село перешло по наследству семьи Аксаковых. Очень живописно изобразил авто в книге природу этой местности. Само село, две церкви, господский дом, показавшийся мальчику сказочным дворцом. Взглянув на залу, я был поражен ее великолепием. Стены были расписаны яркими красками. На них изображались незнакомые мне леса, цветы и плоды, неизвестные мне птицы, звери и люди. На потолке висели две большие хрустальные люстры, которые показались мне составленными из алмазов и бриллиантов, о которых я начитался в Шахерезаде. К стенам во многих местах были приделаны золотые крылатые змеи, державшие во рту подсвечники со свечами, обвешанные хрустальными подвесками. Большое впечатление на него произвели также обитатели дома и гости, а также великолепный сад с яблонями, вишнями и грушами. Просковья Ивановна, не дав нам опомниться и отдохнуть после дороги, сейчас повела в свой сад. В самом деле сад был великолепен. Яблони в бесчисленном количестве, обремененные всеми возможными плодами спелых и поспевающих яблок, блиставших яркими красками, гнулись под их тяжестью. Под многие ветви были подставлены подпорки, а некоторые были привязаны к стволу дерева, без чего они бы сломились от множества плодов. Надежда Ивановна Кураедова, богатая симбирская помечица, владела также селом Вишенка, ныне Меликевского района. В книге описана природа, богатое селение и пересыхающая во многих местах речка Берля. Селение Вишенки считалось очень богатым, чему лучшим доказательством служит гумна, полный копин старого хлеба, многочисленные стада коров и овец, и также табуны отличных лошадей. Все это мы видели своими глазами, когда на солнечном закате были пригнаны господские и крестьянские стада. Есть в Меликевском районе еще одно место, которое оставило в душе Сережи Аксакова неизгладимые впечатления. Село Никольское на реке Черемшан. На другой день, выехав не так рано, мы кормили на перевозе через чудесную, хотя не слишком широкую реку Черемшан, в богатом селе Никольском, принадлежавшем помещику Дурасову. Не переезжая на другую сторону реки, едва мы успели расположиться на песчаном берегу, отвязывая удочки, достали червей и, по рассказам мальчишек, удивших около парома, хотели было идти на какое-то диковинное место, где рыба так и хватает, даже берут стерляди. Как явился парадно одетый лакей от Дурасова с покорнейшую просьбою откушать у него и с извещением, что сейчас приедет за нами коляска. Дурасов был известный богач, славился хлебосольством и жил великолепно. Село Репьевка, ныне Индинского района, принадлежало брату писателя, Николаю Тимофеевичу Аксакову. О рождении брата в 1797 году Сергей Тимофеевич пишет в детских годах Багрова внука. Сходили за моим отцом. Он пришел и, услыша мои рыдания, подходя ко мне, закричал. Что ты, Сережа, надо радоваться, а не плакать. Слава Богу, мать будет здорова. У тебя родился братец. Николай Тимофеевич был незаурядным человеком. Известно, что он занимался благотворительностью. Так, дочь Сергея Тимофеевича Аксакова, Вера Сергеевна, в своем дневнике от 10 апреля 1855 года сообщает, что Николай Тимофеевич представлялся государю, Александру II, как губернский предводитель с депутатами из Симбирской губернии, который их очень обласкал, благодарил несколько раз за пожертвование. Губернским предводителем Николай Тимофеевич избирался дворянством Симбирской губернии в течение 12 лет. А в 1875 году он был избран почетным мировым судьей Корсунского уезда. В письме к сыну Ивану Сергей Тимофеевич Аксаков назвал своего брата необыкновенным предводителем, принесшим много пользы губернии. Дворянству Симбирскому и со свечой не найти такого другого предводителя. О духовной близости братьев свидетельствует и посвящение Аксаковым в своих книг записки об ужении рыбы и записки ружейного охотника Оренбургской губернии моим братьям и друзьям Николаю Тимофеевичу и Аркадию Тимофеевичу Аксаковым. В рассказе «Речной кулик» автор пишет «Один настоящий охотник и образованный наблюдатель Николай Тимофеевич Аксаков, которому я обязан за многие сведения, сказывал мне, что нахаживал куличат и гнезда больших куликов в маховых болотах, сосновых, больших лесов». Николай Тимофеевич построил в селе Репьевка церковь, которая сохранилась до сих пор. Прекрасная оранжерея в его имение была увековечена в стихотворении Дмитрия Петровича Ознобишина, часто бывавшего у него в гостях. Туда, где волны инзы плещут, где в их зеркальной тишине цветные стекла ярко блещут в час полуночи при луне, где сладко луч горит востока на линиях снегов белей, где пальма с зеленью широкой, где остропея так высока раскинулась в красе своей, где пышный сад зимой таится, растет ваниль, цветет банан, где ветерком не шевелится листок камелий южных стран. Какрома – ручеек, текущий в центре села Репьевка. Здесь ловил рыбу любимый дядь Коксаковых Евсеевич. В Репьевке он провел последние годы жизни. Сергей Тимофеевич вспоминает. Каждый день рано поутру приходил я удить в проточном пруде на речке Какарме при впадении ее в прекрасную реку Инзу. На самом берегу пруда стояла изба, в которой жил Евсеевич. Каждый день, подходя к пруду, видел я этого уже дряхлого, сгорбленного, седого, как лунь, старика, стоявшего, прислонясь к углу своей избы, прямо против восходящего солнца. Костлявыми пальцами обеих рук опирался он на длинную палку, прижав ее к груди своей и устремив слепые глаза навстречу солнечным лучам. Он не видел света, но чувствовал теплоту его, столь приятную свежести утреннего воздуха, и грустно, радостно было выражение его лица. Слух его был чуток, что он издали узнавал мою походку, и весело, как старый рыбак приветствует молодого, приветствовал меня, хотя мне самому было уже пятьдесят лет. А, это ты, соколик! На берегу старого русла реки Инза растет старый тополь, который, по словам местных старожилов, посадил сам барин, Николай Тимофеевич Аксаков. В Симбирске писатель бывал неоднократно, о чем написал в своих книгах и письмах. Двухверстная, быстро текущая ширина Волги поразила меня, и я с ужасом смотрел на это пространство, которое надобно нам переплыть. Грибцы дружно легли в весла, и мы быстро понеслись. Когда же берег стал уходить из глаз моих? Когда мы попали на стрежень реки, и страшная громада воды, вертящей кругами, стремительно текущей, с непреодолимой силою, обхватила со всех сторон и понесла вниз, как щепку, нашу костную лодочку, я не мог далее выдерживать. Закричал, заплакал и спрятал свое лицо на груди матери. Симбирск со своими церквами и каменным губернаторским домом на высокой горе, покрытый сплошными плодовитыми садами, представлял великолепный вид. Но я мало обращал на него внимания. С историей Симбирска связана жизнь сына писателя Григория Сергеевича Аксакова, работавшего здесь в 1846-1850 годах в должности губернского прокурора. 8 января 1848 года он обвенчался в Спасовознесенском соборе Софьей Александровной Шишковой. Здесь же была крещена дочь Григория Сергеевича, Ольга, родившаяся в Симбирске 26 декабря 1848 года. Восприемниками были Николай Тимофеевич Аксаков и Екатерина Васильевна Кроткова. Появление первой внучки Сергея Тимофеевича и Ольги Семеновны было большой радостью всей семьи Аксаковых. Именно Оленьке дедушка посвятил книгу «Детские годы Багрова внука» и сказку «Аленький цветочек». Существует в нашем крае легенда, что прообразом «Аленького цветочка» из одноименной сказки Аксакова стал цветок под названием «Дикий пион». За ним нужно отправиться в Радичевский район Ульяновской области. Именно сюда в мае месяце все желающие могут приехать на фестиваль славянской культуры «Дикий пион», чтобы увидеть выступления народных коллективов и полюбоваться цветами неописуемой красоты. И даже если это всего лишь красивая легенда, жители гордятся своей природой «Аленьким цветком», называемым в народе лазорькой. Это лишний повод перечитать сказку «Аленький цветочек». Ходит честной купец, дивуется, на все такие диковинки глаза у него разбежались, и не знает он, на что смотреть и кого слушать. Ходит он так много ли, мало ли времени, неведомо. Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. И вдруг видит он на пригорочке зеленом, цветет цветок цвету алого, красоты невиданной и неслыханной ни в сказке сказать, ни пером написать. Специалисты Ульяновской областной библиотеки для детей и юношества имени Аксакова решили побольше узнать об аксаковских местах Симбирского края и отправились в путешествия по разным районам Ульяновской области, в которых сняли короткие и познавательные фильмы. Главными героями их стали подростки. Фильмы для просмотра доступны на YouTube-канале библиотеки в разделе «Путешествуем с Аксаковым». Именно так и назывался региональный видеопроект, осуществленный в 2018-19 годах. Много в России аксаковских мест. Ведь аксаковское место это не только музей или библиотека, дом или церковь, сохранившаяся со времен Аксакова. Это еще и лес, куда ходил за ягодами и грибами мальчик Сережа Багров. Это бабочки, которые собирал студент Аксаков. Это пруд или речка, в которой ловил рыбу Евсеич. А ему помогал Сережа. Это все то, что прочно вошло в нашу и вашу жизнь и что мы называем родиной. Знать историю и культуру родного края важно каждому человеку. В 2021 году Ульяновск проводит много различных мероприятий, приуроченных к 230-летию писателя. Димитровградский филиал Ульяновского театра «Кукол» в 2021 году подготовил для маленьких зрителей кукольный спектакль «Аленький цветочек». Это и передвижной межмузейный выставочный проект «Война и мир» Анны Тючевой из фондов сразу четырех музеев страны, представленных в Ульяновской областной библиотеке имени Аксакова. Ульяновский областной краеведческий музей имени Гончарова порадовал жителей и гостей города выставкой «Абрамцево в поисках русского стиля от Аксакова до Врубеля» из фондов Государственного историко-художественного и литературного музея-заповедника «Абрамцево». С 10 по 11 сентября прошла межрегиональная научно-практическая конференция «Аксаковские чтения», организованная Ульяновским фондом поддержки детского чтения Ульяновской областной библиотекой для детей и юношества имени Сергея Тимофеевича Аксакова при поддержке фонда президентских грантов. Конференция объединила специалистов в области науки, культуры, образования, а также молодежь из 11 регионов страны. Были представлены доклады о последних изысканиях в области аксаковского наследия. Юноши и девушки из разных регионов страны приехали в Ульяновск и рассказали об участии в межрегиональном музейном десанте «Мое слово об Аксакове», участниками которого стали представители девяти регионов. Они пробовали свои силы в роли гидов, журналистов, блогеров и снимали видеоролики об интересном визите в Аксаковский музей или на выставку об аксаковских местах родного края. Видео и фотоработы участников из Башкортостана, Ульяновской, Самарской, Оренбургской, Московской и других областей России продемонстрировали совершенно разный, но очень заинтересованный молодежный подход к Аксаковской тематике. 10 сентября в Ульяновской областной библиотеке для детей и юношества имени Сергея Тимофеевича Аксакова открылась выставка «Аксакова. Семья. Россия». Организаторами межмузейного выставочного проекта выступили культурно-исторический центр Музей Сергея Тимофеевича Аксакова Московского государственного университета геодезии и картографии и Государственный музей истории российской литературы имени Владимира Ивановича Даля. Выставка будет работать в Ульяновске до 11 ноября 2021 года. 11 сентября участники конференции «Аксаковские чтения» совершили экскурсию на историческую родину предков писателя в село Аксакова. Майнского района Ульяновской области. В рабочем поселке Майна состоялся круглый стол, на котором обсуждались актуальные вопросы работы Аксаковского сообщества. Читатели Аксаковки могут посмотреть выставку творческих работ победителей и участников Всероссийского творческого конкурса «Аленький цветочек». Юные таланты из Амурской, Ярославской, Ульяновской, Владимирской, Воронежской, Тульской, Московской, Саратовской областей, Республик Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, Ставропольского, Камчатского края соревновались в декламации произведений Сергея Тимофеевича Аксакова, иллюстрировали его рассказы о природе и сочиняли книги как Аксаков в жанрах сказки, стихотворения, рассказа о родной природе, семейной хроники, записок юного натуралиста. Важным результатом для участников станет издание книги рассказов Сергея Тимофеевича Аксакова о природе с иллюстрациями детей. 1 октября, день 230-летия писателя, состоялся онлайн-форум юных дарований по итогам всероссийского творческого конкурса «Аленький цветочек». Победители награждены памятными подарками в виде книг писателя. В этот же день состоялось подведение итогов всероссийской интернет-акции «Ухожу я в мир природы», которая продлилась целый год и дала возможность творческой самореализации детей и взрослых из 23 регионов страны от Амурской области до Ставропольского края, а также Донецкой Народной Республики. Участники выходили на природу с книгами Аксакова и читали выразительно на камеру отрывки из его произведений, а также знакомили в видеороликах всех нас с лучшими природными и рукотворными достопримечательностями своей малой родины. Акция представляет большой интерес для любителей и ценителей природы России, для тех, кто бережно относится к природным богатствам нашей огромной страны. Все перечисленные направления охватил один большой проект Ульяновского фонда поддержки детского чтения «Аксаковское слово. Послание в будущее». Это всероссийский литературно-просветительский марафон, который был поддержан фондом президентских грантов. Многообразие культурно-образовательных мероприятий помогает детям и молодежи раскрыть творческий и исследовательский потенциал. А через чтение, изучение и осмысление книг писателя Сергея Тимофеевича Аксакова передаются нравственные и семейные ценности, формируется культурный, литературный и экологический кругозор подрастающего поколения. Результаты всех направлений проекта находят отражение в мультимедийном сборнике «Аксаковские адреса на карте России». Этот информационный ресурс всегда будет в распоряжении читателя библиотеки. «Аксаковское слово» в XXI веке не устаревает. Оно становится посланием в будущее. Читайте книги Сергея Тимофеевича Аксакова. И до встречи в библиотеке! Славят Россию ряды экспозиций, Чтения круг и Содружества мозг, Верный наследник симбирских традиций, Юных читателей братский союз. В родной библиотеке огоньки Перцают в рядах книжных строчек, И вновь душа расправит лепестки, Как нежный аленький цветочек, Как нежный аленький цветочек. В залах и тайнах царит интрига, Встречи аксаковским духом полны. Лучший наставник и друг эта книга, Мы ей всегда беззаветно верны. В родной библиотеке огоньки Перцают в мириадах книжных строчек, И вновь душа расправит лепестки, Как нежный аленький цветочек, Как нежный аленький цветочек. Вы слушали очередную передачу «Литературная гостиная» из цикла, посвященного 230-летию со дня рождения всемирно известного писателя классика русской литературы Сергея Тимофеевича Аксакова. Над программой работали главный библиотекарь по краеведческой работе Ульяновской областной библиотеки для детей и юношества имени Аксакова Ольга Клопкова, специалист по маркетинговой деятельности Ульяновской областной библиотеки для детей и юношества имени Аксакова Дмитрий Эсмонтов, звукорежиссер Светлана Дубровина и журналист Евгений Слюняев. Всего вам доброго и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok